Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 18 февраля, Православная Церковь совершает память святителя Феодосия Черниговского. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в начале 30-х годов 17-го столетия в Подольской губернии. Он происходил из древнего дворянского рода Полонитских-Углицких. Родителями его были Ирии, Никита и Мария. Благочестие, царившее в семье будущего святителя, благотворно содействовало духовному развитию мальчика. С детства он отличался кротостью и прилежанием к молитве. Природные способности юноши раскрылись в Киево-братской коллегии при Киевском Богоявленском монастыре. В годы обучения окончательно утвердилось призвание святого Феодосия к иноческому подвигу. По получению образования будущий святитель принял иноческий постриг в Киево-Печерской лавре с именем Феодосии в честь преподобного Феодосия Печерского. Мирское имя его неизвестно. Киевским митрополитом Дионисием Балабаном он был поставлен архидиаконом Киево-Софийского собора, а затем назначен наместником митрополитчего кафедрального дома. Но вскоре он оставил Киев и поселился в отдаленном Крутицком монастыре Черниговской епархии, возле местечка Батурина, славившемся строгой иноческой жизнью. Там он был посвящен в Сан-Иеромонаха. В 1662 году святой Феодосий был назначен игуменом Корсунского монастыря Киевской епархии, а в 1664 году настоятелем древнего Киева Вайдубицкого монастыря. Эта обитель незадолго перед тем находилась в руках униатов и была совершенно разорена. Но святому Феодосию, благодаря своей энергии и настойчивости, удалось быстро возродить Вайдубицкий Михайловский монастырь. Он особенно заботился об устроении церковного благолепия. Он создал прекрасный хор, который славился не только в Малороссии, но и в Москве, куда святой Феодосий в 1685 году посылал своих певчих. Заботясь о духовном возрастании насельников обители, святой игумен, сам строгий подвижник, устроил в 1680 году, недалеко от обители на острове Михайловщине, небольшой скит для братьев, желавшей уединения. Он назначил туда устроителем и наместником одного из самых ревностных аиноков обители иеромонаха Иева Аполлинского. В бытность святого Феодосия игуменом Киева в Эдубицкого монастыря ему пришлось пережить тяжелые дни. Вместе с другими игуменами он был обвинен Мефодием, епископом Мстиславским и Оршанским в измене русскому правительству и в мнимой переписке с изменниками России. 20 сентября 1668 года святому Феодосию пришлось давать объяснение по этому делу. 17 ноября 1668 года клевета была обнаружена, и святой Феодосий вместе с другими игуменами получил прощение. Преосвященный Лазарь Баранович оценил высокие духовные качества святого Феодосия и приблизил его к себе. Он называл его овцой стада Христова, научившейся покорности, и пророчески желал, чтобы имя святого Феодосия было написано на небесах. Когда в 1679 году преосвященный Лазарь стал местоблюстителем Киевской митрополии, он назначил святого Феодосия своим наместником в Киеве, а сам оставался в Чернигове. В качестве наместника-местоблюстителя Киевской митрополии святой Феодосий принимал деятельное участие во многих церковных событиях. В 1685 году он участвовал с правом решающего голоса в избрании епископа Гедеона Четвертинского, митрополитом Киевским и вместе с иеронимом Дубиною, игуменом Переславским, был послан в Москву с извещением об избрании. В Москве оба представителя были приняты с почетом и уважением. Результатом этого посольства было воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью. В 1688 году святой Феодосий был назначен архимандритом Черниговского-Елецкого монастыря на место почившего архимандрита Иоанникия Галятовского. С того времени вся деятельность святого переносится из Киева, в Чернигов. Это назначение состоялось главным образом по желанию преосвященного Лазаря. Святому Феодосию пришлось немало потрудиться над благоустройством Елецкой обители, так как монастырь, этот еще не оправившийся после опустошения иезуитами и доминиканцами, был весьма беден и неустроен. Трудами святого Феодосия удалось достигнуть в продолжение двух-трех лет для Елецкой обители благосостояние, вполне обеспечивавшее ее существование. Святой и в своей новой должности оказывал всемирное содействие преосвященному Лазарю во всех важных делах. Он участвовал в составлении соборного ответа московскому патриарху Иоакиму на его вопросные грамоты об отношении Киевской митрополии к Флорентийскому собору и в обсуждении вопроса о времени присуществления святых даров, поднятого на этом соборе. Когда же патриарх не удовлетворился этими ответами и в Москву в начале 1689 года был послан батуринский игумен святой Дмитрий Туптала, будущий митрополит Ростовский, святой Феодосий ездил с ним в качестве представителя от преосвященного Лазаря. Ему поручено было передать патриарху ответное письмо и выяснить недоразумение. 11 сентября 1692 года святой Феодосий был торжественно хиротонисан во архиепископа в Успенском соборе Московского Кремля. Об управлении святителем Феодосием Черниговской епархии сохранилось мало сведений. Особенное внимание святитель обращал на пробуждение и поддержание в пастве духа истинно христианского благочестия. С этой целью он заботился о поддержании старых и устройстве новых монастырей и храмов. В самом начале его святительства по его благословению был создан Печеникский девичий монастырь и он сам осветил храм этой обители в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1694 году по его благословению был основан Любецкий скит в двух верстах от Любеча. В 1694 году святитель осветил в Домницком мужском монастыре храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а летом 1695 года величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, построенный на вершине горы Болдинской, близ древнего Ильинского монастыря. При святителе Феодосии в Черниговской епархии замечается особенный подъем и усиление иночества. Святитель уделял также большое внимание духовенству и был строго разборчив при выборе кандидатов священства. Он особенно покровительствовал Черниговским духовным школам, приглашал в них из Киева ученых-монахов, среди которых был святой Иоанн Максимович, будущий митрополит Тобольский, сделавшийся впоследствии помощником и преемником святителя и устроителем Черниговских духовных школ. Строгая справедливость в отношении к духовенству и пастве, глубокое сострадание, снисходительность и христианское миролюбие были отличительными чертами деятельности святителя Феодосия. К нему часто обращались за помощью и советом не только православные, но и лица других исповеданий. Но недолго святитель Феодосии окорблял Черниговскую паству. 5 февраля 1696 года по старому стилю святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе за правым клиросом в особо сделанном для того склепе. Впоследствии его преемник, святитель Иоанн Максимович, построил над его гробом кирпичный свод с хвалебной надписью в стихах с благодарность за чудесное исцеление от тяжкой болезни. Особое благодатное дарование, которое стяжал святитель Феодосий, засвидетельствовано его подвижнической жизнью и сокровенной помощью всем, возносившим ему молитвы. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Мученица Агафии, мученица Феодулии и мучеников Еладия, Макария и Евагрия, преподобно-мученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина. Совершается празднование Елецкой, Черниговской, Сицилицкой или Дивногорской и именуемой взыскания погибших иконам Божией Матери. Все, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиза именинства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!